Третье обещанное на сегодня доказательство Цармела. Оно и тот самый герой, который я его оставил на конец. Не скажу, что оно мне нравится больше остальных, но симпатично. Придумано на рубеже 19 и 20 века. Очень похоже на доказательство Браусс. То есть вы помните, что сделал Браусс? Брал наименьший контур-пример. Так вот, Цармела делает, если честно, то же самое. Только он доказывает не то, что если произведение двух чисел делит простое число Б, то один из должителей делится на так. А он сразу доказывает основную теорему отмечения. Пишет. Предположим. Что? Некоторое натуральное число Н двумя существенно разными способами разлагается на простые множества. Представьте себе, что у нас есть какие-то простые числа, и число некоторое Н одним образом представимо, и другим образом делится разложение по-настоящему разным. Дальше внимание. Так же, как Гаусс. Цармела говорит. Сейчас смотрим. Ребята, тебе тут самое главное право. Самая маленькая. Я уже не знаю, какие большие буквы это писать. Самая маленькая. Такое Н. Из всех плохих чисел выберем наименьшее. Из всех чисел, которые двумя принципиально разными способами удалось представить в виде произведения простых чисел, выберем самое маленькое число. Так вот, очень скоро мы получим противоречия. Сделаем мы это, господа, в следующем выпуске. Мы возьмем число P1, мы возьмем число КОТИ, и подумаем, какой из них больше, какой меньше. Ну, если P1 равно КОТИ, то тогда ситуация простая. Надо, допустим, сократить и сказать, что число N уменьшилось, оно в PL, не поделилось на P1. И, значит, оно не было самым маленьким. Значит, пусть, например, P1 у нас будет меньше, чем ПОТИ. Пусть, ну, в случае, если наоборот, все то же самое, это будет знать иерархии. Пусть P1 будет меньше, чем ПОТИ. Заметно, осталось совсем мало, времени осталось совсем мало. Ну, это не так. Я сейчас напишу очень простую вещь. Вот это произведение я обозначу буквой А, а вот это вот произведение я обозначу буквой Б. И я пишу такое равенство. N – это P1А и то же самое Q1В. Обратите внимание, P1 меньше, чем КОТИ. P1 меньше, чем КОТИ. Значит, А должно быть что? Больше, чем В. Отлично. И вот сейчас будет главный момент доказательства. Почему? Почему он мне нужен? Я сейчас возьму разность некоторых двух чисел. Казалось, речь идет о разложении на множество. А я говорю, возьмем разность. Ответ простой. Дело в том, что доказать теорему, пока тут говоришь только о произведениях, нельзя. Можете придумывать разные числовые системы, в которых у нас основная теорема арифметики будет неверна. Я даже могу легко вам такую числовую систему предъявить. Это все числа, которые дают остаток 1 в предъявлении на 4. Вот представьте себе, что на свете есть только такие числа. 1, 5, какое там следующее число? 9, 13, 13, 17, что еще бывает? 21. 21, что еще бывает? 25. 29. 29. Да, да, да. Так вот, господа, если бы на свете были только такие числа, то посмотрите, какая была бы смешная вещь. 21 умножить на 21 это 9 умножить на 49. Я прав? Да. Вот это число не разлагается. В нашей системе оно простое. Оно не на 5, а на 9, на 13, на 17, не делится. Нет, это не разлагается. Что? 11 забыл. 11 забыл. Так оно же остаток подает 3 в пределении на 4. Я его не забыл. Я его отверстию. Я его отверстию. Нет, не качественное. Нет, настолько число, дающее остаток 1 в пределении на 4. Так вот, господа, смотрите. У нас бы получилось два принципиально разных способа положить. Основная теорема агентства не всегда верна. Важно, что можно не только перенажать числа, но и брать разность и сумму. Так вот, я сейчас напишу очень красивую, простую вещь. Рассмотрим новое число. Рассмотрим. Число М, которое определено следующей формулой. Так, у нас а число большое, b число маленькое. Мне нужно из числа n что-нибудь вычесть, чтобы число стало меньше. Так вот, я из числа n, то есть из числа b1a, вычту число b1b. Ребят, обратите, пожалуйста, внимание, как у нас все здорово получается. С одной стороны, это b1 умножить на а минус b. С другой стороны, вместо b1a, я могу написать q1b. Пишу. И пишу следующую вещь. q1 минус b1 умножить на b. Так, поскольку вот у меня сейчас выступает, что называется, самый-самый важный момент. Давайте я эту формулу напишу в центре. b1 умножить на а минус b. Это q1 минус b умножить на b. Вот в рамочку, надеюсь, что все это помимо будет. Это два способа представить число m в виде произведения чисел. Обратите внимание, число m меньше, чем n. Потому что мы почитали число m получено из n в почитании. И это означает, что число m однозначно разлагается. Потому что, помните, было огромными буквами написано. n самое маленькое плохое число. Значит, число m должно разлагаться однозначно. А что значит однозначно? Это значит, что если у него есть множитель b1, то он или здесь, среди вот этих вот множителей, или здесь должен быть. Среди кушек, мы идти быть не можем. Потому что, если бы b1 где-то не встречалось, то мы бы его сократили и получили бы противореческие, что венка самая маленькая. Значит, единственное, что остается. Вот эта скобка должна делиться на 5. Пишу. q1-p должно делиться на 5. Ну, господи, это означает, что q1 делится на 5. Да, да, да. Поскольку они простые, это означает, что они на самом деле равны, то есть на них можно сократить. Все, что от вас требует. Прийти домой, читать, срочить.